Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Здесь, в этом выпуске, не будет никакого видео. Я просто начитаю текст, который я написал буквально вот только сейчас о Бакаше. Видео, которое вышло на канале Процветок, вызвало довольно большую дискуссию, в том числе по поводу пользы или бесполезности Бакаши, о том, что я как-то не так понимаю, что такое Бакаши и так далее. Для того, чтобы дать ответы на многие вопросы, а там уже больше тысячи комментариев под этим видео, я еще раз выскажу свое мнение о Бакаши. Этот текст прописан сейчас в сообществе на канале Процветок в восьми частях, но для того, чтобы было удобнее, может быть, его воспринимать, чтобы не читать эти разрозненные части, я просто-напросто наговорю этот текст здесь, как бы вот в этом выпуске. Итак, Бакаши. Что такое Бакаши? Общее признано, что это метод, то есть это не ведерки, это не жижа, это не отруби, да, это не какой-то препарат. Это метод, при котором молочнокислые бактерии добавляются к пищевым отходам или растительным остаткам, чтобы уменьшить запах разложения, снизить риск привлечения вредителей и увеличить скорость разложения. Этот метод пришел к нам от практик японских фермеров и известен уже много веков. Они пересыпали пищевые отходы плодородной местной почвой, которая содержала микроорганизмы, которые и разлагали органический материал. По сути, это, ну, как бы метод приготовления компоста, компостирования, но не все так просто. Техника Бакаши опирается на эффективные микроорганизмы. Эти микроорганизмы обычно добавляют в пищевые отходы, используя инокулированные отруби. То есть, надо понимать, что эти микроорганизмы на отрубях не растут. Они там просто находятся. Это просто удобная препаративная форма сохранения отрубей вместе с этими микроорганизмами. То есть, сами отруби, а не только носитель этих микроорганизмов. Раньше, в более там ранние сроки, применяли еще такой метод. Брали газеты, ненужные газеты, макулатуру. Смачивали их в культуре лактобацилл, то есть молочно-кислых бактерий. Таких же бактерий, которые отвечают за квашение капусты, приготовление квашеных огурцов и другой квашеной продукции. Силоса и так далее. Подобных всяких продуктов. Смачивали листы бумаги этими бактериями. Затем переслаивали почву. То есть, насыпали почву. Затем клали эти листы. Затем клали эти растительные остатки. И так далее. Делали такой пирог. Но потом решили, что для больших объемов производства можно сделать и отруби. То есть, это более удобный носитель этих лактобацилл, нежели чем газеты, кусочки бумаги, там обрезки какие-то и что-то такое подобное. Первая стадия бакаши консервирует ингредиенты, которые мы туда положили. В эту кучу, в эту ведерко, куда угодно. В процессе молочнокислого брожения. Кислота является природным дезинфицирующим средством. Используемым в том числе в бытовых чистящих средствах. Так что то, что входит во вторую стадию, в разложение. По сути, не должно содержать микробных патогенов. То есть, подразумевается, что молочная кислота убьет патогенные микроорганизмы. Патогенные как для растений, так для животных и для человека. Это я сейчас рассказал о том, что такое бакаши в общепринятой формулировке. При этом, в настоящее время термин бакаши используют как угодно. В том числе, как всю технологию в целом. Или отдельные ее части. Например, приготовление закваски на отрубях. Или тот продукт, который получается. Вот эта жижа, которая из ведерка получается, тоже называют бакаши. В узком смысле бакаши это способ борьбы с кухонными отходами. Сторонники этой системы утверждают, что она обладает рядом преимуществ, которых нет в более традиционных методах компостирования. Для приготовления бакаши необходимо взять специальное ведерко бакаши, которое имеет плотную крышку, а внизу есть кран для слива жидкости. Стоит такое ведерко примерно 40 долларов США в Минске. Само эта ведерко, эта пластмасса овеяна какой-то требухой на тему энергетических полей, каких-то еще информационных полей и еще чего-то. Ну, это, знаете, паранойя. Это на РЕН-ТВ, вот туда, вот там надо это все показывать про эти поля. Вам также нужна специальная закваска. И я вам хочу сказать, что это был бы не очень хороший процесс для бизнеса, бакаши, если бы такая закваска была не нужна и нечего было бы вам постоянно продавать. То есть закваска это буквально вот очень самое главное. И ведерко, и закваска. Идите покупайте. Закваска обычно упоминается как отруби бакаши или как эффективные микроорганизмы в разнообразии их форм. Эм, эмки, эмочки, там что угодно. Процесс приготовления бакаши довольно прост. Положите остатки еды в ведро, посыпьте сверху отрубями бакаши. Спрессуйте отходы, чтобы вышел воздух. Точно как в процессе приготовления квашеной капусты. И вот тут удивительно, да, ведь тем же природникам, те, кто продает эти бакаши, те, кто агитирует, те, кто там собирает какие-то консультации и так далее, им вроде как бы и наплевать, что вообще процесс компостирования – это аэробный процесс. Процесс, который проходит в присутствии кислорода. И он, человек-покупатель, который не очень сведущий, он настолько гипнотизируется вот этими рассказами про чудеса бакаши, что ему уже не важно приготовить что-то действительно полезное для растений. Самое главное для него становится, чтобы не было запаха. Во главу угла ставится отсутствие запаха. Ведь производитель бакаши отрубей ведерка уверяет, что отсутствие именно неприятного запаха и есть показатель пользы продукта. Ой, понюхайте, ой, посмотрите. И это клонируется во множестве различных сайтов, во множестве различных блогерских выпусках на ютюбе. Ой, понюхайте, ой, никакого запаха. Это так все хорошо. Это превозносится и считается каким-то большим преимуществом с точки зрения растеневодства. Затем надо закрыть крышку и каждый раз, когда у вас появляются еще отходы, надо добавлять их в ведро, добавлять отруби, перемешивать, прессовать, ну и в общем оставить снова в покое. Через несколько дней начинает образовываться жидкость на дне ведерка. Жидкость эту надо обязательно собрать, иначе она начинает вонять. Эту жидкость, которую еще называют чай-бокашин, можно использовать для удобрения комнатных растений или садовых растений. На различных сайтах в сети интернет, в том числе в выпусках ютюб различных блогеров, я нашел различные преимущества этой технологии. Первое. Несмотря на то, что многие наши подписчики критиковали меня и уверяли, что мясо и молоко компостировать там нельзя, что это запрещено технологией, однако же есть, и там ссылочка у меня есть соответствующая, где написано, что технология бокаши позволяет компостировать молочные продукты и мясо. Второе преимущество. Нет сильных запахов. Третье. Нет потери питательных веществ. Четвертое. Нет насекомых или грызунов, которые поедают вот эти отходы или размножаются в этих отходах. Пятое. Нет необходимости переворачивать, аэрировать компостную массу. Шестое. Это бесплатное удобрение. Хотя на самом деле про стоимость ведерка и закваски как-то не упоминают при этом. Седьмое. Пищевые отходы заселяются эффективными микроорганизмами. Эти эффективные микроорганизмы потом попадают в почву и приносят много пользы почве и растениям. Восьмое. Производится богатый питательными веществами чай для растений. Девятое. Может быть произведено в небольших масштабах это удобрение, что идеально подходит для квартир. Десятое. Очень быстрое производство. Можно завершить его за две недели. Это, мол, несравнимо со сроками приготовления компоста. И одиннадцатое. Сказав слово Бакаши, вы, безусловно, поразите друзей и соседей своей садоводческой продвинутостью. Это не моя ирония. Это все из интернета. Все это выглядит как хорошая система, как и любая система, которая возвращает кухонные и любые другие пригодные органические отходы в почву. Это очень хорошо. Так что у меня на самом деле нет никаких проблем в восприятии любого компостирования как чего-то плохого. Напротив, я очень-очень за любое компостирование, за разумную утилизацию любых отходов. В конце концов, я еще и эколог. Но. Всегда есть но. Это действительно ли метод компостирования? Эта система лучше, чем более традиционные методы компостирования? И это важные вопросы, которые я стараюсь рассмотреть вот в оставшейся части моего рассказа. Итак, действительно ли компостирование Бакаши это компостирование? Если вы быстро прочитали, вот услышали выше приведенное и можете перечитать это в сообществе на канале про цветок, вы, возможно, пропустили утверждение, которое гласит, через несколько недель, когда ведро заполнится, выкиньте содержимое на улицу, либо закопайте его в своем саду, либо добавьте в компост. Имеет ли это смысл? Зачем вам добавлять полностью компостированный материал обратно в компостную кучу, если процесс приготовления вот этого продукта ферментированного и есть процесс компостирования? Если вы прочтете, так сказать, фигурально выражаясь мелкий шрифт о Бакаши, то вскоре поймете, что компостирование в методе Бакаши вообще-то совсем не является методом компостирования. Этот процесс на самом деле является процессом брожения. То, что вы делаете вот с этим ведерком, этими отходами, это превращаете обычные кухонные отходы в маринованные или квашеные кухонные отходы. В конце процесса те кусочки, та еда, те остатки, шкурки, очистки и так далее, все, что вы туда положите, выглядит практически точно так же, как и при поступлении в систему. За исключением того, что она стала маринованной, ну или квашеной, или ферментированной, называйте как хотите. То есть, кусок какого-то там подпорченного апельсина выглядит точно так же, как кусок апельсина кожура яблока, выглядит практически точно так же, как кожура яблока. В компосте Бакаши не происходит компостирования, вообще никакого компостирования там нету. Это всего-навсего ложная реклама. Знание этого факта делает все действительно правдивые утверждения о Бакаши более достоверными и понятными для восприятия менее сведущим человеком, чем человек с хорошим биологическим образованием. То есть, если вы восприняли вот этот момент, что касается того, что это не компостирование, а это, ну, чистой воды ферментация, а ферментация это такое иностранное слово, которое подразумевает квашение, заквашивание, точно так же, как капусту. Вы начнете все-таки впоследствии видеть определенные преимущества этого метода, но это совсем не те преимущества, о которых говорят многие блогеры и о чем можно прочитать на многих страницах интернет. После того, как вы сквасили все свои отходы, вам нужно их компостировать. Вы можете сделать это, добавив их в кучу компоста, или вы можете просто закопать их в почву, где они будут компостироваться естественным путем. Эта система особенно рекламируется для владельцев квартир. Что они делают с остатком после брожения? Выбрасывают в мусор? Накапливают, чтобы отвезти на дачу? А если живут в своем доме? Закапывают в землю или отправляют в компостную кучу сразу же? Но ведь все это можно сделать и до брожения, не покупая ведерко, не покупая отруби с микроорганизмами, и не превращая свою квартиру в какой-то силосник, в силосную яму и силосную кучу. Все то же самое, что вы сделаете с остатками от Бакаши, вы сделаете и без этого процесса. Преимущества Бакаши, перечисленные от номера 2 до номера 6, ну это практически все основное, на самом деле не являются какими-либо преимуществами, если провести сравнение Бакаши и традиционного способа компостирования. Если обычный компост делается в специальном контейнере на улице или в компостной яме или куче, которые правильно организованы, то запаха от них тоже нет. Если туда придет мышь полакомиться там, поесть каких-то отходов, то пробудет она там недолго, поскольку в правильно организованном компостнике, где пищевые отходы и растительные остатки пересыпаны землей, а также добавлены необходимые для питания микроорганизмов вещества, то в этом случае все пищевые отходы очень быстро становятся непригодными для питания грызунов, а также для размножения там мух и прочих насекомых. Считается, что питательные вещества из обычного компоста могут быть потеряны, если идет слишком сильный дождь, но на самом деле ведь они не теряются, хотя они вымываются частично, незначительно вымываются из компостной ямы или кучи, и то только в том случае, если она просто организована под открытым небом, то потери как таковой нету, ведь корни деревьев под кучей компоста используют эти питательные вещества. Если вы действительно заботитесь о потере питательных веществ, можно закрыть кучу компоста сверху пленкой, снизу прикрыть, пленкой застелить, чтобы не упустить даже этих малых потерь. Но все это вопросы правильной организации компостника на улице, в нужном месте и нужным образом его организовать. Традиционное компостирование, когда в середине кучи достигаются более высокие температуры, может компостировать даже мясо и сыр. Это правда, это нормально. Кроме того, благодаря такому высокотемпературному компостированию, шансов у патогенов нет. То есть, если вы кухонные отходы будете закладывать как можно глубже в кучу компостную, то в этом случае никаких шансов у патогенных микроорганизмов не останется. Там такая температура и такие условия, что они там размножаться и сохраняться, не могут. А вот в системе Бакаши такие шансы есть. И фитопатогены, и патогены человека и животных там могут развестись или, по крайней мере, сохраниться. Стоит лишь пойти процессу вот этого брожения, приготовления Бакаши чуть-чуть не так. А вы можете контролировать, так пошли процессы или не так. Производитель Бакаши, всех этих систем, он рекомендует ориентироваться на запах. Если запах приятный, то все так. А если он неприятный, то все не так. Но знаете, у каждого вкус свой, приятный и неприятный. Этот критерий довольно рискованный. А как мы на канале Процветок показывали видео, в котором показывали, что бактерии серации могут быть сохранены в подобного рода субстратах, а ничего хорошего они не несут человеку, то, в общем, риски достаточно высоки. Главная разница в двух системах компостирования, Бакаши и традиционного компостирования, заключается главным образом в том, что как идет микробиологическая переработка отходов. Особенностью квашения, такой очевидный, является необходимость покупать и прибавлять молочнокислые бактерии. А еще особенностью является то, что квашение – это процесс сохранения продукта. А компостирование, или процесс разложения в компостнике, это процесс превращения сложных веществ в простые, доступные растениям, сразу же после внесения компоста. Об эффективных микробах, микроорганизмах. Доктор Хига – это человек, который первоначально разработал систему Бакаши, также разработал специальный препарат, который он назвал «эффективные микроорганизмы». В настоящее время многие коммерсанты продают эти эмки, уже добавленные в отруби. По мере распространения этого метода, буквально у каждого производителя стал появляться свой секретный ингредиент. По крайней мере, производители об этом заявляют. Добавление микробов в эту систему Бакаши важно, так как они поконтролируют процесс квашения. Это необходимо для того, чтобы нужные микроорганизмы быстро росли и конкурировали с теми микробами, которые создают много неприятных запахов. Есть также заявление, что эмки хороши для сада и огорода, но это вряд ли будет правдой. В системе Бакаши важно не допускать попадания кислорода. Эмки – это микробы, которые лучше всего растут в анаэробных условиях, то есть без кислорода. Если в систему попадает слишком много кислорода, эмки или умирают сразу, или же утрачивают преимущество перед аэробными микроорганизмами. Брожение или ферментация, квашение замедляется или вовсе прекращается. Вспомните процесс приготовления квашеной капусты. Удалить воздух из нарезанной квашеной капусты, просоленной, которая пустила сок, там добавлены всякие ингредиенты, это самое главное. Это достигается установкой гнета и подливанием воды или рассола, если капуста не была достаточно сочной. Иначе она будет довольно неприятно пахнуть, особенно в начале процесса. Правда, меня вот лично умиляет рассказ одного из наших подписчиков. Квасил капусту без соли. Хотел, чтобы просто скисло. Все знают, при квашении, даже с солью, сначала реальная вонь, именно неприятный запах. Потом вроде как квашение берет верх. Я квасил капусту раз пять, каждый раз выкидывая саму капусту, но оставляя скисший сок, используя его для следующей закваски, немного добавляя воды. И, наконец-то, при последующих заквасках неприятного запаха вообще не стало. Так у меня эта закваска несколько лет уже культивируется, постоянно подкармливаясь и обновляясь. Это цитата. Так вот, человек и описал бакаши. Это и есть суть бакаши. Квасил он без соли. Если он квасит капусту без соли, это означает, что он не сделал селективную среду для развития молочно-кислых организмов. А ведь молочно-кислые организмы способны выдерживать до 7% поваренной соли в растворе. Добавляя соль, подсаливая, мы просто создаем более благоприятные условия для развития молочно-кислых бактерий и неблагоприятные для тех бактерий, которые вызывают гниение. Естественно, что когда капуста квасилась без соли, то там всевозможные микроорганизмы, большой объем микроорганизмов позволил развиться гнилостным процессом. Если же он квасил солью и появился неприятный запах, то это лишь означает, что капуста была плохо опрессована. То есть, он не выгнал весь воздух оттуда. Почему? Или мало подсолил все-таки, капуста пустила мало сока. Или капуста была несочная. Или то и другое. Но как бы там ни было, какое-то время развивались там аэробные организмы, микрофлора, которая дышит, пока она не выдышила весь кислород, который там остался в пузырьках воздуха в этой капусте. Там образовывался неприятный запах. Вот дальше он оставлял скисший сок и добавлял новую порцию капусты. Это я просто ему кричу брависсимо. Все правильно. Это и была закваска Бакаши. Это и есть закваска Бакаши. И принцип Бакаши. И принцип заквасок в целом. Добавить такое исходное количество бактерий, которое сразу и быстро возьмет вверх в системе брожения, квашения и ферментации. Мы также заквашиваем молоком. Мы также заквашиваем все, что угодно. Когда эмки добавляются в почву или в компостную кучу, которые содержат кислород и являются аэробными системами, эмки погибают. Они просто не в состоянии там конкурировать с аэробной микрофлорой. Это не их среда. Там нечего им квасить. Эмки не будут эффективно расти в почве или в куче компоста. За исключением тех питательных веществ, накопленных в их мертвых телах, они не приносят никакой пользы ни почве, ни растениям. В одной из публикаций, ссылка на нее есть в соответствующем разделе в сообществе, где прописан этот текст, ученые проверяли эм-чай на овощных культурах и обнаружили, что они не увеличивают урожай. Многочисленные подобные полевые исследования демонстрируют точно такие же результаты. Эмки важны для работы системы Бакаши, но они не приносят никакой пользы вашему саду и огороду. Поговорим вот об этом питательном чае Бакаши. По мере брожения и квашения ферментации избыток жидкости стекает на дно ведра и вам необходимо его удалить. Утверждается, что этот чай является отличным источником питательных веществ для ваших растений. Насколько это питательно? Если бы в нем было много азота, фосфора и калия, можно было бы ожидать, что компании, продающие эти системы, хвастаются высоким содержанием питательных веществ в чае. Но это не так. Вот я лично не смог найти ни одного, ни русскоязычного, ни англоязычного сайта, который бы предоставил эти цифры на основании официальных исследований. Почему нет этих данных? Какие питательные вещества? Какие полезные вещества? Какие ферменты для растений, полезные для почвы, там содержатся? Почему этих данных нет? Продавцы систем Бакаши смущены тем, насколько низкие показатели ценности этого чая? Если вам известны такие данные, я буду очень благодарен за предоставление ссылок и сведений. В конце концов, у нас дискуссия. Некоторые сайты говорят, что вы можете использовать этот чай в чистом виде или разбавить его 1 к 100. Для меня вот это утверждение – это огромный белый флаг капитуляции Бакаши. Удобрение, которое может быть эффективным при полной концентрации и при разведении в 100 раз, не имеет никакого смысла. Значит, там просто ничего нет. Поскольку сторонники Бакаши не хотят сообщать о количестве питательных веществ в получающейся жиже, мы можем посмотреть на продукт схожего процесса. Это, конечно, не совсем то же самое, но есть несколько исследовательских отчетов, которым нельзя не доверять, анализирующих сок квашеной капусты. Он содержит примерно 0,05% кальция, 0,14% калия и 0,01% магния. Практически не содержит азота и других питательных элементов, там фосфора и так далее. Это указывает на низкий уровень питательных веществ. После разбавления в 100 раз, по существу, это просто вода. Это не имеет никакого смысла. Давайте посмотрим на этот процесс поступления питательных веществ в эту жижу логически. Питательные вещества поступают из двух источников. Жидкость в таких продуктах, как фрукты, содержит растворимые питательные вещества. Они могут быть извлечены с чаем, стекают на дно ведра. Ну, то есть какой-то сок, который есть в шкурках и так далее. С другой стороны, сами М-ки, сами микроорганизмы нуждаются в питательных веществах для роста. Поэтому любые присутствующие в кухонных остатках питательные вещества также будут потребляться М-ками еще до того, как они стекут на дно этого ведра. В любом случае, количество таких питательных веществ в этой жиже очень и очень малое. Даже если какое-то количество питательных веществ пришло вместе с самими клетками этих М-ок, этих микроорганизмов и попало в этот самый чай Бакаши. Большая часть питательных веществ, пищевых отходов содержится в виде крупных молекул, таких как белок, ДНК, углеводы, жиры и так далее. Поскольку Бакаши не расщепляют пищевые отходы, эти питательные вещества все еще остаются связанными в больших молекулах даже к концу процесса приготовления Бакаши. Вот почему в конце процесса в этом самом ведре яблоко все еще выглядит как яблоко. И все кусочки примерно выглядят так же, как они выглядели до начала процесса. Питательные вещества из этих кухонных отходов не будут выделяться до тех пор, пока не будет завершен будущий процесс компостирования, который будет потом. Так что вам мешает сразу же забросить забросить эти кухонные остатки в компост, минуя этот процесс Бакаши. Мне кажется довольно очевидным, что этот чай имеет очень низкий уровень питательных веществ. С другой стороны, он может содержать значительное количество кислот и других веществ, которые могут неблагоприятно сказаться на здоровье почвы, здоровье растений, а также объединить или по крайней мере изменить ту микрофлору, которую мы создаем в почве, благодаря внесению нормального обычного компоста. Я пока не увидел, хотя искал аналитические данные, которые противоречат этой точке зрения. И пока я не увидел этих аналитических данных, я просто обязан сделать вывод, что этот чай Бакаши не намного более питательный для растений, чем просто вода. Что же касается содержания там таких недорасщепленных веществ, кислот, может быть, каких-то фитотоксических веществ, то это скорее вред, чем польза для растений. Поскольку я не являюсь каким-то ярым противником, там Бакаши или компостирования, я просто анализирую факты, я анализирую данные и анализирую свой опыт, и его описываю, и делаю свои собственные выводы на этой почве, на этой теме, то я подчеркиваю, что я пока не увижу аналитические данные, которые могут противники моей точки зрения, которые там, как с цепи сорвавшись, начинают поливать грязью, там и оскорблять, и бог знает что делать, в ответ на мои аргументы, вот пока не предоставят хорошие аналитические данные относительно ценности этого продукта. Я буду утверждать, что ценности в этом продукте нет вообще никакой. Как только такие данные будут представлены, проанализированы, я не отрицаю, что я с удовольствием изменю свою точку зрения, и сниму с десяток видео о том, как полезны Бакаши, и расскажу, вот как я раньше заблуждался, а теперь напротив я только за. Это, ну да, все могут ошибаться, это свойственно человеку, ничего страшного. Но пока что вот так. Реальные преимущества Бакаши. Ну, поскольку я все еще не убежден в ценности Бакаши, я все-таки буду утверждать, что у чая Бакаши нет никакой реальной ценности. А необходимость утилизации квашеных пищевых отходов никуда не делась, все равно их надо как-то утилизировать. И мне все еще кажется, что Бакаши это дополнительные хлопоты, которые совершенно не нужны. Я лично это бы не использовал. Ни ведерко за 40 долларов, ни закваски, ни всю эту процедуру наливания этой жижи, расставлению где-то и так далее. Но как способ сохранить пищевые отходы до того времени, как их можно будет уложить в обычный компост, это хорошая альтернатива высушиванию и замораживанию. Не у всех есть эти возможности. Высушить пищевые отходы. Ну где их сушить? Ну не на печке же в квартире, не на батарее, вонять же будет в таком количестве все это. Ну и заморозить. Не все живут в морозном климате, и оттепели. Опять же это все будет хаотично гнить, вонять, ничего хорошего в этом нет. Поэтому в принципе, если вы так беспокоитесь за утилизацию, обыкновенную утилизацию своих пищевых отходов, ну окей, хорошо, пускай это будет способ сохранения пищевых отходов до того времени, как они уедут на дачу в нормальную компостную кучу или просто будут перекопаны в огороде для того, чтобы подкормить червей, чтобы уйти в нормальный процесс компостирования. Но не более того, просто возможность их консервирования, как вашеная капуста. И еще, конечно, одна выгода из списка, которую я представил в самом начале, нельзя эту выгоду, конечно, отрицать. Сказать слово Бакаши, это круто. И можно произвести впечатление на ваших друзей, соседей, ну и разумеется, можно произвести впечатление на подписчиков каналов YouTube. Поэтому здесь у Бакаши есть несомненное преимущество. Что ж, мы будем возвращаться к этой теме. Поговорим еще о Бакаши. Наверняка я сделаю хороший выпуск на канале про цветок, о том, сравнительный какой-то анализ делаю, подробный между традиционными методами компостирования и Бакаши. Ну а сейчас хочу сказать вам, что текст с дополнительными моими комментариями и пояснениями, надеюсь, будет опубликован в февральском или мартовском номере журнала Урожайные сотки. Если вам интересно, я там публикую свои материалы. И вы можете подписаться. Еще есть такой шанс. Время есть. Вообще подписаться можно в любое время. Вот. Поэтому, если хотите в твердой копии, в письменном виде, можно получать и там все мои какие-то советы и рекомендации. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok.